Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге великие музеи мира. Габриэль Митсю торгует с дичью. 1662 год. Дуб, масло 61 на 45. Габриэль Митсю, голландский художник и рисовальщик, писал картины на религиозные и мифологические сюжеты, натюрморты и портреты. В 1660-е годы талант Митсю наиболее полно проявился в области бытового жанра, отразившего в той или иной степени влияние Стэна, Терборха, Дехоха и Вермера. Митсю предстает зрелым мастером, склонным к сюжетной повествовательности и интимно-лирическому раскрытию тему, уверенно владеющим приемами теплой тональной живописи, сильными звучными контрастами цветовых пятен и словно осязательной материальностью в изображении тканей, мехов, посуды, дорогих изделий. Его уютные интерьеры обычно заполнены двумя-тремя фигурами. В одному из немногих своих произведений, изображающих жизнь простого народа, Митсю воспроизвел уголок улицы. У стены с потрескавшейся штукатуркой сидит старик, торгует с дичью. Его одежда оборвана, а вид жалок, притянное усилить впечатление бедности, мимо проходит богато одетая женщина, которой старик и предлагает свой товар. Картина построена на социальных контрастах и претендующая на глубокое проникновение в жизнь. Содержит, однако, лишь простую констатацию фактов. Зрителя не трогает происходящее событие. К нему холоден и сам художник, смотрящий на бедного старика глазами богатого человека. Митсю не свойственно ощущение социальной несправедливости и трагизма жизни. Вот такое описание о книге «Великие музеи мира» к работе торгует с дичью автор, Габриэль Митсю, написан на 1662 году. Пока-пока, до свидания.